Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет KFC, немного необычный, то, что я никогда не заказывала в KFC. Это донат. Я, если честно, думала, что будет несколько штук, ой, и маленьких. Оказался один большой и мягкий. Попробуем. Если понравится, уж всегда будем его заказывать, а может даже в больших объемах, и будем снимать мукбанки. Я очень голодная на самом деле, и немного усталая, потому что я делала себе ноготочки. Очень довольна результатом. Я прям в восторге от того, что получилось, но я немного устала, если честно, потому что это заняло 3 часа. Вот, давайте приступим. Вот такая вот штукенция. Не помню, как называлась. Но выглядит потрясающе просто. Здесь трипсы. Ой-ой-ой-ой. Как же это вкусно. Очень не нравится, как запаковывают в KFC. В Макдональдсе, даже когда в пакет кладут, кладут настолько аккуратно, чтобы ничего не развалилось. А эти просто накидали. И пофиг, как до тебя дойдет. Очень вкусно. Здесь, видимо, лук тоже есть. Я его чувствую. Давайте немного поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. И первый вопрос задает Черри. Какая у тебя настоящая фамилия? И если бы ты выходила бы замуж, ты бы поменяла ее? Честно, не знаю. Одно время я думала, что нет. Я оставлю свою фамилию. Потом я думала, пофиг, поменяю. Я считаю, что все зависит от того, какая фамилия у твоего избранника. Если у него действительно прям ужасная фамилия, тебе она не нравится. Или есть какие-то весомые причины, почему ты не хочешь менять фамилию. Что можно оставить. Мы говорили на эту тему со своим парнем. С моим парнем. И я была очень удивлена. Он как бы не настаивает. Я реально считала, что... Он просто стукнет по столу и скажет, либо моя фамилия, либо мы с тобой вообще не будем вместе. Я не понимаю, как Твикс чувствует, что я здесь. Минуточку. Все-таки в таких вещах... Я была очень удивлена, когда мой парень сказал, что нет. Хочешь, оставайся. Под своей фамилией, какая разница. Настоящая моя фамилия Аразова. Фамилия произошла из реки. У нас здесь есть река Араз. А еще есть имя Араз. Мне очень нравится моя фамилия. И даже первая идея моего канала, название моего канала. Я хотела назвать Араза. Потом все вокруг несколько тупо. Неинтересно. То есть Аразова Айнур. Араза. Ну, сейчас я думаю, как хорошо, что я назвала свой канал Айка Эмили. Мне настолько это имя вот родное. Я думаю, что у нас с моим парнем никогда не будет таких вопросов, что поменяю фамилию. Это должна быть под моей фамилией. Сегодня посмотрела видео. Там по новостям показали. Какой-то дагестанский борец, в общем, женился. И во время свадьбы к нему приходит смс. Ватсап. Он открывает, и оказывается, там фотографии голые его невесты. И он в этот же день бросает ее. Устраивает скандал. И все расходится с этой девушкой. Ну, я вам могу сказать так. Я смотрела видео, как Мула. То есть это как священник в исламе. Он рассказывал про традиции, про обычаи. Как ты должен себя вести. Какие-то цитаты из Корана. И он всегда говорил. Вот я смотрела его видео в Ютубе. Вы тоже посмотрите. Очень интересно. Он очень мудрые вещи рассказывает. И реально человек начинает думать по-другому о исламе. И ему задали такой вопрос. Если ты узнаешь, что твоя жена не девственница, например, во время свадьбы, какая должна быть реакция истинного мусульманина? И он там отвечает. И он отвечает настолько мудро. Он говорит, я бы не опозорил ее. Если бы смог внутри себя простить, я бы простил. Если бы не смог, потом по каким-то другим причинам я бы развелся с ней, дабы ее не опозорить. Потому что каждый человек имеет право на исправление. Откуда куда я? Я просто только что увидела это видео. Честно, была в шоке. Айка, расскажи, пожалуйста, о своей самой низкой заработной плате. Я зарабатывала 5000 рублей. Работа была очень интересная. Мы работали всего 2 часа. Поэтому то, что мы получали 5000 за 2 часа в день. Там работали все студенты. По мне это было очень интересно, очень занимательно. Я вспоминаю эти моменты в своей жизни очень с юмором и с оптимизмом. Нам в универе всегда говорили, вот закончите вы универ. Не бегайте за высокими заработками. Даже вот бесплатно работаете где-то, дабы набраться опыта. Пусть будет маленькая зарплата, но по специальности. Чем ты пойдешь работать? Продавцом куда-то. Когда я работала в строительной компании, приходили девушки, которым по 28 лет, и их спрашивали HR, а где вы работали? Она говорит, по специальности я не работала. Я работала вот там продавцом где-то, где-то подрабатывала там, за ребенком ухаживала. И у HR сразу складывалось впечатление, что, наверное, после того, как она закончила универ, никуда она не смогла устроиться, раз она начала работать няней и работать продавщицей. И уже мнение о человеке складывалось иное. А когда ты рассказываешь, что ты до этого работала помощником бухгалтера, не знаю, помощником директора и так далее, то есть о тебе другое уже впечатление складывается. И никто-то не знает, что ты за гроши там работала. Я так однажды устроилась в банк работать. Я была просто помощник-помощник-помощника. Но зато в банк. Вот во мне всегда было, знаете что, сколько бы я не ходила на собеседование, я никогда не теряла надежду, что вот я найду работу. То есть куча неудачных собеседований. Где-то сказали позвоним, еще что-то не звонили. Я все равно ходила. То есть во мне не было такого, что ой, меня не взяли, неохота. Нельзя терять веру в себя. Я замечала, что работая вместе с нами, там девчонки некоторые подыскивали себе и другие варианты, кидали себе, потом шли на собеседование. Уже железобетонно нашли себе другой вариант. И вот после этого говорили начальству, извините, а я ухожу от вас. Иногда начальство недооценивает своего сотрудника. Я считаю, что это крайне неправильно. Найдешь ты другого человека. Вот у нас в строительной компании была девочка, которая работала в HR. И она просто как белка в колесе. Туда-сюда, туда-сюда. Этот человек выполнял работу за двоих. И получал какие-то 20 тысяч рублей. Ну, это была ее первая работа. Изначально ее все устраивало. Проработала там 3 года. И после 3 лет она обратилась, что она хочет увеличение зарплаты, потому что у нее действительно было дофига просто. Господи, отвалилась. Дофига просто работы было у девочки. Она очень много работала. Они сказали, что да, мы подумаем. Прошел месяц, второй они думают. Ну, 20 тысяч – это реально просто смешные деньги. А потом, спустя 3 месяца, ей сказали, что на эту должность больше 20 тысяч компания не подразумевает. Она не стала, знаете, эмоционально что-то говорить. просто нашла себе другую работу и в один день сказала, что я ухожу от вас. Свои эти 14 дней отработала и ушла. Потом они взяли другую девочку. Красивая, эффектная девочка. Но по факту она не могла проделать даже одной трети работы, которую проделывала там. И потом в конце, что вы думаете? Они взяли на ее должность двух работников. Двух. Она хотела всего лишь немного прибавки к зарплате. Если была бы эта прибавка, то она и дальше продолжала бы там работать. Но если бы у меня была бы возможность, я была бы директором какой-то компании, я бы наоборот всегда мотивировала работников своих. Например, как делает Дом-2. Они устраивают конкурс, например, человек-года и дарят квартиру. И они там начинают между собой ругаться туда-сюда. Кто краше, кто лучше. Это огромный мотиватор. Прям тает во рту. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы работаете и ваш труд не оценивают, не оставайтесь на этом месте, поверьте мне, вы найдете такую работу, где вас будут любить, ценить, как сотрудника, я имею в виду, и платить вам нормальные деньги.